Дорогие, всем привет! С вами я, Эдскрайбер, и сегодня обзор самого, наверное, нашумевшего телефона, не Xiaomi, это Realme 5 Pro. Это самый ожидаемый телефон этого года, я его ждал очень и очень долго, потому что к Xiaomi, к Redmi я уже привык, а это Realme, какая-то альтернатива, и ни Honor, ни Huawei не могут составить альтернативу компании Xiaomi на данный момент. Но вот Realme очень хорошо взялись, они, так сказать, вцепились в компании Xiaomi и отпускать ее нисколько не хотят. Распаковка, друзья, здесь всплывет сверху, на втором канале я делаю распаковочку, и в этом обзоре все, абсолютно все подробности об этом телефоне, все распишем, друзья, как вы любите, как вы хотите. Вначале у нас будет распаковка, а после распаковки тебя ждет новость или же такой сюрприз, поэтому давайте начинать. Кто я? Я эволюция спи. Пока мы продолжаем, подписывайтесь на телеграм-канал, там есть все необходимое, топы лучших телефонов, топы лучших товаров на Алиэкспресс, если есть купоны и скидки, то обязательно репощу в этом телеграм-канале, поэтому не забывайте подписываться, все ссылочки в описании. Стандартная здесь такая коробочка, внутри находится зарядка, 5 вольт, 4 ампера, это быстрая зарядка, о ней немного позже еще поговорим. Кабель USB-A, USB Type-C, также есть скрепка, мануал и чехол. О чехле я немного побольше скажу, он туговатый для этого телефона, но это не самая большая проблема этого чехла. Этот чехол немножечко выпирает, то есть он выше, чем основное стекло. Если посмотрите сбоку на этот телефон, то этот чехол его утолщает, и это не очень хорошо. С одной стороны, то есть вот эти стеночки мы можем задевать руками, а таким образом, если обратить внимание на плюсы этого чехла, то его можно положить, допустим, на стол, и ваше стекло не царапается. Также другой момент, вы можете приклеить сюда стекло, оно тоже придаст определенную толщину, и с этим чехлом, по сути, оно должно идти заподлицо. Закрывает ли чехол камеру? Да, друзья, закрывает камеру. Я вам обещал сюрприз после распаковки, и он будет, друзья. Если этот видос наберет 15 тысяч лайков за 3 дня или же 72 часа, мы разыграем этот смартфон. По моему мнению, это один из самых лучших смартфонов 2020 года. Я не вилса, друзья, не могу ударить телефон налево-направо, так что вот такие условия. Погнали, друзья. 15 тысяч лайков нужно просто максимально сделать. Для этого делайте репосты, чтобы другие люди тоже подняли его. Ну и в комментариях тоже, друзья, давайте нашумим по полной, насколько это возможно. За 5 лет у нас не было ни одного адекватного конкурента компании Xiaomi, а здесь он появился. Поэтому давайте полный-полный шум в комментариях. Ну а мы переходим к основному обзору. Здесь экран 6,3 дюйма, это IPS, матрица 409 ppi. В соотношении 19,5 к 9 это привычный IPS. Если у вас, допустим, Redmi Note 8, Redmi Note 7, то плюс-минус вы понимаете, о каком IPS идет речь. Это, конечно, не AMOLED, но IPS смотрится очень даже неплохая. При минимальной яркости на него комфортно смотреть, он не слепит глаза. И на максималочке, насколько возможно для IPS, он тоже отрабатывает неплохо. Удобен для того, чтобы играть в игры, также посмотреть контент. Очень даже неплохо. И, кстати, для игр у этого телефона есть все необходимое. Далее модули связи. Здесь FDD, LTE, 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 бэнд. Также еще много кучи других бэндов есть. Но, как вы поняли, это официальная версия. 4G ловит везде без проблем. Wi-Fi здесь на 2,4, также на 5 ГГц. Bluetooth 5.0, GPS есть и NFC нету в этом телефоне. Вы тут уже сдурели что ли совсем? Весь мой энтузиазм вы погасили вот этой новостью NFC-шки нет. Причем в младшей версии, друзья, есть. В Realme 5. А в Realme 5 Pro почему-то нету. Но точно такие новости китайцев, как обычно, никогда не понять. По операционке Android 9.py. Фирменная облачка ColorOS 6. А в 6.0. По поводу облачки, друзья, будет отдельный обзор. То есть там сниму, все покажу. В следующих обзорах я расскажу о ней полностью подробно. Потому что здесь останавливаться на этом не хочется. По мелочам, темная тема есть, жесты есть различные. Вы можете настроить, очень кастомизировать под себя. То есть здесь есть 4 вариации жестов. Вы можете настроить как угодно, друзья. И самое интересное, что здесь нет реклам. Да, Realme пока что еще не продались, рекламы нет. Поэтому здесь все очень чисто и очень красиво. По оболочке предварительные ощущения очень хорошие. Но, как я уже говорил, будет отдельный обзор по этому поводу. Камеры. Основная камера на 48 Мп. И это не Samsung. К радости, это Sony. Sony AMX 586. Апертура 1.8. Ширик на 8 Мп. Камера для эффекта боке на 2 Мп. И макросъемочка на 2 Мп. Ничего вам не напоминает? В принципе, напоминает Redmi Note 8. Очень-очень даже сильно. Фронтальная камера на 16 Мп. Снимает этот телефон видео в Full G качестве. 4К съемка есть. Стабилизация тоже есть в этом телефоне. Также есть замедленная съемка в 120, 240 и 960 FPS. Все примеры мы сейчас, друзья, посмотрим. Начинаем мы с камеры на 48 Мп. И делаем максимальный кроп. Справляется она очень неплохо. На улице светло, красиво. И эта камера примерно снимает на уровне Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro. Плюс-минус. Вот там такая же камера стоит. Это хорошие 48 Мп для 2020 года. Следующая фотка это широкий угол. Широкий угол, как и в Redmi Note 8 Pro, здесь не очень качественный. 8 Мп, конечно, вот посмотрите на этот кроп. Здесь абсолютнейшее мыло мыльное. И эту ситуацию никак не поправить. Поэтому, ну, сами понимаете, широкий угол здесь так себе. Есть и есть. Хотя я хотел бы, конечно, чтобы он был здесь получше и по качеству. Следующая фотка это телеобъектив, так называемый. На самом деле, это обычный кроп на основную камеру. Снимает он плюс-минус так же, как и основная камера. Здесь ничего выдающегося тоже нет. Он очень даже неплохой. Следующая фотка это макросъемка. Здесь она показалась мне чуть-чуть хуже, чем у Redmi Note 8 Pro. Но будет еще детальное сравнение. И там мы на это обратим внимание. И селфи-камера. Вот селфачок меня, друзья, просто порадовал. Мне кажется, в 2020 году это лучший селфачок. Очень хорошая детализация, цветопередача тоже очень хорошая. Голубое, красивое, отличное небо. Давайте посмотрим примеры видео на основные камеры. Итак, друзья, пишем на основную камеру. Попробуем, как стабилизация работает. Я уже посмотрел, мне очень понравилось, как работает стабилизация. Звук тоже непосредственно пишем на камеру. Full HD снимаем качество. Мне кажется, самое сейчас оптимальное качество это именно Full HD. То есть 4K как бы, ну, в принципе, особо не нужно, если честно. То есть, если вы не хотите создавать какие-то киношки, фильмы, или смотреть на большой плазмы свои видосы, то 4K вообще, в принципе, особой разницы нет. Но вот Full HD, обратите внимание на стабилизацию. Вот я сейчас, давайте я сейчас тихо потрясу вот так вот. Ну, допустим, стандартно, да. Мне стабилизация здесь очень понравилась. Прям супер. И вот сейчас потрясу сильно. Прям вот так вот. Сейчас снимаем наш ширик. Здесь стабилизация немножко похуже. Но обратите внимание на качество вообще, в принципе, видео, на качество фото вы уже посмотрели. Здесь стабилизация, сейчас подражу, да, чуть похуже. Но какой-то намек на стабилизацию тоже есть. Это уже очень даже неплохо. И, друзья, таким образом салфачок снимает. Тоже приемлемое, нормальное качество. И здесь не сделали стабилизацию. Могли бы Xiaomi-шников здесь вот как бы сделать, но как бы не пошли. То есть пошли, по сути, по пути Xiaomi. Далее у нас центральный камень. Здесь Snapdragon 712. Это, кстати, очень хороший снаб. Я не знаю, почему его Xiaomi не использовали. Только в Mi 9 съем появился. Далее он был на Realme, на Vivo, на Open, на различных. Но Xiaomi-шки использовали его только один раз. Хотя очень-очень отличный камень. Построен на Creo 360. По 10-нанометровому техпроцессу. Видеоскоритель 616-й Adreno. Это очень хорошая энергоэффективная связка. Батарея будет тратиться не так сильно. У меня версия на 4128. То есть топовая версия. И очень недорогая даже у официалов. Все ссылочки, друзья, в описании. Но там в конце я еще о ценах конкретно поговорю. Есть еще версия 4.64. Память LPDDR4X. Тип основной памяти UFC 2.1. Также сюда можно установить SD-шку на 256 гигабайт. И сделать из него настоящего монстра-флагмана. Вся эта комбинация в Antutu убивает 220 тысяч баллов. Это отличные показатели в Geekbench. Single-core 317. В Multicore 1448. Хорошие показатели для телефона. И даже поиграться можно. Я уже, друзья, попробовал. Мне все устраивает в этом телефоне. В отношении игр. Миниджек есть в этом телефоне. И он установлен в нижней части. Это не очень хорошо. Мне вообще понравился в Mi 9T. Миниджек сверху. И это очень удобно, когда вы смотрите YouTube. Сканер отпечатка пальцев здесь шустрый. Отлично. Срабатывает хорошо. Разблокировка по лицу тоже есть. Срабатывает отлично. И IP68, конечно же, нет в этом телефоне. По звуку хороший. Не супер крутой. Но отмечу, что это громкий звук. И он громче, чем Redmi. Это 100%. В наушниках звук тоже себе нормальный. Батарея здесь на 4035 мАч. Быстрая зарядка есть в комплекте. 20 Ватт VOOC Flash Charge 3.0. 5 Вольт 4 Ампера. Заряжается примерно за 1 часть 40 минут. Плюс-минус где-то так. Батарея у этого телефона не стыдна. Хватает этого телефона на 2 дня. Конкуренты. Конкуренты основные это Redmi Note 8T и Redmi Note 8. Также Redmi Note 8 Pro. В Redmi Note 8T процессор будет немного слабее. Но там есть NFC. В Redmi Note 8 Pro будет MTK. Он будет гораздо мощнее. Также там будет присутствовать NFC. Но здесь не MTK, а Snapdragon. На лицевой панели камера скрытая под капельку. 16 Мп. Также динамик разговорный. Слева суперслот. 2 нано-симки. Плюс microSD можно сюда установить. За это спасибо. Это очень отлично. И кнопки, друзья, не как привычно нам в основном. С левой стороны внизу мини-джек. Также основной микрофон. USB Type-C. И основной динамик. А с правой стороны кнопка включения и выключения. На обратной стороне 4 камеры. Плюс вспышка. Сверху второй микрофон для шоуоподавления. Также сканер отпечатков пальцев, который срабатывает неплохо. И надписи Realme. По дизайну это такой кристаллообразный такой дизайн. Я не знаю, как его описать. Очень красивый градиент получился. Вот по мне, друзья, это самый такой правильный, интересный и красивый градиент. Габариты этого телефона. На 157 на 74,2 и ширина 8,9. Вес 184 грамма. Вся задняя крышка сделана из пластика. Да, конечно, кто-то может сказать, что у Redmi в стекло и все такое. Но вспомните Pocophone F1. Вспомните Meizu X8. Это абсолютно топовые телефоны, которые были пластиковые. И на самом деле пластик ты вспоминаешь только при распаковке. Дальше ты установил чехол и погнал. Плюсы и минусы этого телефона. Начнем с плюсов. Первая это прошивка. Мне она очень понравилась. И будет еще детальное сравнение. Но здесь нет рекламы. И есть некоторые плюсы, которые меня очень порадовали. Второй плюс это камеры. Основная камера снимает очень даже неплохо. Третий плюс 712 Snapdragon. Плюс 616 видеоскоритель Adreno. Четвертый плюс батарея на 4035 мАч. Плюс быстрая зарядка сразу же в комплекте. Пятый момент. Не такой очевидный. Кто-то будет спорить. Но габариты этого телефона небольшие. Мы живем в 2020 году. И для 2020 года, поверьте, друзья, это очень даже небольшие габариты. Это, конечно, не Mi 9 SE. Тот совсем малыш. Шестой момент. Это тройной слот для сим-карт. Из минусов. Камера на 8 мегапикселей. Широкоугольная. Меня не устроила. Как и в других Redmi. Она мне не понравилась. Ну и, конечно же, NFC нет в этом телефоне. Это просто какой-то зашквар. Цена у официального дилера 4128. Около 16 тысяч рублей. Плюс-минус 260 долларов. На Алиэкспрессе, конечно, он гораздо-гораздо дешевле. 180 баксов. Друзья, все ссылочки в описании. Небольшой вывод по этому телефону. Мне телефон очень понравился. Во всем, конечно, кроме NFC. Это отличная альтернатива Xiaomi. Очень хорошая замена. Достойный ColorOS. Отличная оболочка. Я, честно говоря, думал, ну, может быть, она будет не очень. Мне все понравилось. И о ней тоже попозже. В следующем видосе будет полное сравнение с Redmi Note 8 Pro. И также, конечно, будет видео 2 месяца после использования Realme 5 Pro. Также не забывайте переходить на Telegram канал. Там я тоже репощу и Redmi, и Realme, и многие-многие другие телефоны со скидками, купонами. Также топы составляю. Тоже не забывайте об этом.